В Тверской области в этом году продолжаются масштабные ремонтные работы на дорогах Верхней Волжи. На август этого года уже готово издано свыше 80% от запланированного объема. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, помимо укладки нового асфальта, также устанавливают систему уличного освещения, умные светофоры, камеры фото-видеофиксации. Реализацию нацпроекта, а также его первые результаты рассмотрели на очередном заседании регионального правительства. Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стала ключевой темой очередного заседания регионального правительства. Глава региона отметил, что ремонтные работы на дорогах Верхней Волжи продолжаются в больших объемах. Сдано и в высокой степени готовности свыше 80% от плана. При этом часть дорог должна быть введена к 1 сентября. Это объекты вблизи школ. Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль на таких объектах. Кроме того, было отмечено, что работа ведется комплексная, включающая в себя не только укладку нового асфальта. Мы самые крупные подорожные сети в Центральном федеральном округе. Мы выросли по сравнению с 2020 годом в два раза по объему проводимых работ. Но если говорить по всему, по комплексу и по безопасным дорогам, и по ремонтам, по установке объектов, которые снижают аварийность на дороге, мы хотим видеть комплексные показатели не просто отсутствия ям на дорогах, но и ограждения, освещения, дорожные знаки, пешеходные переходы. В этом году в Твери в нормативное состояние по нацпроекту приводят 20 объектов уличной дорожной сети. Большинство из них сданы или находятся в высокой степени готовности. Также устанавливаются камеры фото-видео фиксации. В 2023 году их количество выросло до 154. Обустраивают также датчики интенсивности транспортного потока, так называемые умные светофоры. В 2022-2023 годах установлено более 20 таких объектов. И еще 43 планируют установить в 2024 году. В целом объем работ впечатляет. В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрен ремонт 51 объекта общей протяженностью свыше 450 километров. Многие из этих проектов отремонтированы с опережением сроков. В городе Твери отремонтирована улица Жигарева. Проезд от улицы 2-й Красина до микрорайона Радужный. В завершающей стадии работы на улице Маршалова-Конева, улице Односторонний и ряде других. Практически завершены работы на муниципальных дорогах. Среди масштабных проектов ключевым в рамках нацпроекта является ввод западного моста в Твери. Кроме того, работы идут еще на 10 мостовых сооружениях, а также на участках межрегиональных дорог. Это северный обход Твери, это наши вылетные трассы, это наша хорда, которая соединяет М10, М11, М9. Идут работы наших коллег на федеральных трассах. В том числе у нас идет расширение до четырех полос трассы М9 от границы с Московской областью до города Ржева. Дальше будет следующий этап тоже развития. Это трасса Большое Золотое Кольцо, которая соединяет Смоленскую, Тверскую, Ярославскую области. Надо отметить, что уделено внимание и профилактической работе с подрастающим поколением. Со школьниками проводят различные мероприятия по безопасности на дорогах. Их участникам, а также ряду категорий учеников выдают мешки для обуви со светоотражающими элементами.